Друзья, привет вам из Бангкока. Это моя гостишка. Если честно, я не приехал только что, а я сейчас уезжаю. Я сейчас уезжаю в другую гостиницу. Я в этом выпуске не буду рассказывать про достопримечательности. Это еще впереди. Мне еще предстоит здесь погулять. Я вам расскажу вообще, что я сюда приехал. Я вам покажу сейчас гостишку быстро. Это Хаят. Кстати, это такая пятизвездочная топовая гостиница здесь. В центре. Я сейчас в Хаяте, но я переезжаю в другую гостиницу. Рядышком тут. Точнее, как переезжаю? Перехожу. Тут пешком пройти минут, наверное, 15-20. И почему я переезжаю вообще? Значит, смотрите, я приехал сюда на конференцию. Она у меня прошла. И вот здесь, в Хаяте, было, собственно говоря, все это дело. Конференция по образованию по-международному. Были представители, насколько мне сказали, вот насколько я осведомлен, из 73 стран. Большая конференция. Такая конференция по международному образованию. Я здесь там встречался с разными представителями вообще со всего мира. Я отсюда полечу. У меня еще планируется поездка в Малайзию и в Сингапур. Про образование пока хватит. Да, вот этот канал у меня про путешествия. У меня второй еще канал про зарубежное образование. Я катаюсь по большому количеству учебных заведений. Если вам эта тема интересна, вы можете зайти туда, посмотреть канал. Там я постоянно публикую, значит, обзоры на зарубежные учебные заведения. Ну, плюс там тематика образовательная. Вот, а здесь travel. Значит, гостишки. Это Хаят. Топовая гостиница. Почему я переезжаю? Ну, потому что рядом есть очень похожая гостиница, похожий уровень, но в два раза дешевле. Потому что здесь для меня бронировала компания все это дело по специальным ценам. У нас толпа вот эта приехала сюда. Все это было сделано по специальным ценам. Естественно, как бы была цена относительно нормальная. Сейчас вот я, если один буду продлевать, у меня получается ценник, если это делать не заранее, как вот сейчас, да, у меня ценник около двадцатки, двадцать тысяч рублей получается за номер. А рядом есть похожего уровня гостиница. Я вам расскажу, покажу, сравним еще. Я еще там не был. Значит, рядом есть похожая гостиница, но при этом, ну, в два раза меньше. Значит, гостиница. Хаят. Вообще претензий нет у меня к этой гостинице. Мы еще сейчас поднимемся с вами наверх, наверху, бассейн на крыше. Офигенный спортзал. Я вчера заскочил в спортзал. Значит, с видом на город. Там даже такие холодильнички, в которых есть вода, не удивил, да. И там есть полотенца в холодильниках, холодные, с таким запахом лемонграсса и ментола. Ну, короче, класс. Ну, это хороший такой, не маленький спортзальчик. Номера большие, просторные. Кровать, ну, гигантская просто. Она состоит из двух полуторных кроватей. Мне кажется, она метра три здесь. Вот эта кровать. Короче, окно, потолка до пола и вид. Давайте я вам покажу. У меня 14-й этаж. Ну, 14-й этаж, он как 20-й у нас, потому что здесь первые этажи, там холл, конференции, конференц-зал, ну и прочее. Вот смотрите, напротив, кстати, тоже какая-то или гостишка, или что это такое, не знаю. Вот это паркинги. Вначале вон тоже, видите, басик. Там тоже, видите, не знаю, жилой комплекс. Тренди, тренди. И значит, тоже, видите, басик. Везде басики на крышах. Очень популярна эта тема бассейна на крышах. Очень красиво, прикольно так смотрится, когда среди этих небоскребов гоняют поезда. Много где на крышах разбиты садики, видите. Ну, тут такой как бы дряхленький садик, потому что дом попроще. Там люди вон ходят, узкие улочки. Такие узкие, но очень оживленные. Стол большой, пожалуйста, можно там работать. Очень хочешь сделать. Классная планировка, большая ванна, душ. Хочешь ванн, хочешь душ. Туалет, если хочешь, пожалуйста. Фены, все есть. Приятный запах, нет там задклости старой. Здесь есть большие конференции. Зоны, если вы планируете на какие-то конференции приезжать или организовывать. Еще я спущусь быстренько, сделаю чек-аут и расскажу вам немножко, помимо того, что покажу гостишку, расскажу еще немножко про то, что происходит здесь на конференциях. Потому что многие вообще думают образовательные выставки, что это вообще такое, что это там встретился, возможно, пообщался с учебного заведения. Но на самом деле это не только это. И конференции такого рода, они выходят вообще за пределы и только образование. И расскажу вам сейчас, куда они ведут. Ну, сейчас мы поднимемся, я сделаю чек-аут, потому что у меня уже поздно, в смысле поздно, поздно для чек-аута. Я просто подниму кауту, чтобы снимать несколько фотографий. Да, конечно. Хорошо, спасибо. Для чек-аута? Да. Ну, 1403. Вот такой у меня тут басик. Здесь диваны. Конечно, барчик, кафушка. Там дальше спортзал. Вид на город. Здесь с левой и с правой башней отелей. Наверху 29 этаж. И там еще бар. На крыше с террасой. Короче, несколько уровней. Что еще нужно? Скажем так. Что еще вам нужно от этого места? Да, давайте вернемся с вами к самому мероприятию. К конференции. Что я здесь сделал вообще на этой конференции? Один из таких главных моментов, что у меня, от лица нашей компании, получилось поучаствовать в конкурсе. Большой конкурс. Значит, мне помог видеомонтажер с этим делом. Значит, конкурс. Если вы думаете о видеосъемках, что видеосъемки – это что-то, когда тебе нужно, как в кино. Звуковики, операторы, куча команд. Это нужно, это круто, но это не всегда нужно. А иногда нужно просто уметь быстро работать, скажем так. И здесь, на ивенте, прям сразу объявили конкурс. Нас поделили на группы, чтобы было удобнее. Каждую группу гида дали, да? И дали нам по Бангкоку 3 часа. Вот, с гидом. И нам нужно было снимать. И по итогу каждому потом человеку нужно было смонтировать ролик. И на монтаж давался всего час. Вот. Как вы это будете делать? Что вы это будете делать? И никаких подручных средств. Ну, вообще, как бы камеры они запрещали профессионально. Ну, и в принципе, их не было. Уже мы тупо сидели на конференции. И нам сказали, так, ребятки. Это было как бы как секретные активити, они это называли. И вот эта вот вся толпа поделили по столам. Никого я не знал. Вот я в группе своей, у меня 8 человек, с которой я был. Я никого не знал. Ни одного из этих людей. То есть, это команда абсолютно новых людей для меня. Из Малайзии. Из Австралии. Из Китая. Короче, со всего мира. Вот 8 человек у меня в команде. И абсолютно разного возраста. У меня с собой в сумке валялась экшн-камерка. Маленькая. Я ее часто с собой беру там где-то походить, поснимать. Но они объявляют этот конкурс. И значит, по итогу, вот мы вот с группой 8 человек плюс гид. Гид нам там показывает какие-то точки. Мы его там спрашиваем, что-то узнаем. Я по ходу дела все это дело снимаю. У каждого там какие-то свои идеи. Каждый там туда-сюда. Нам нужно за гидом еще успевать. То есть, нет такого, что ты там встал. Три часа там настраиваешь видеокамеру. Нет, ни хрена такого нет. То есть, ты просто набегу-набегу-набегу. А она там, все, давайте такси прыгнули. Эти тук-туки эти. Потом раз, прыгнули там в лодку. Потом зашли там толпой в трам с бутой. Побежали на рынок. То есть, все вот так вот в беготне. Вот это на ходу все снимаешь. И потом мы пришли в гостиницу. И нам час на монтаж плюс, чтобы засабмитить вот это все. То есть, отправить. То есть, дается время 7 часов. В 7 часов закрывается регистрация видеороликов рекламных. И нужно, значит, на минуту сделать рекламный видеоролик о Бангкоке. Тема «Голоса Бангкока». Вы можете посмотреть, что у меня получилось. Вот я сюда тоже леплю, что у меня с монтажером получилось. Но только единственное, немножко, наверное, мы перемонтируем. То есть, вот версия вот эта ютубовская, если вы ее посмотрите, она будет перемонтирована. Потому что мы взяли классные, известные треки. Это тоже, да, нужно найти, придумать треки, найти их за этот час. И у меня еще минут 20 все это дело грузилось. То есть, реально на монтаж там было вообще, времени практически не было. Но мы справились. Я мокрый все это засабмитил, потому что интернет был очень слабый. И буквально засабмитил за 4 минуты до сдачи. То есть, это реально вот минута в минуту работа. И такая, ну, как бы, я не буду говорить, что стрессовая. Ну, сами представляете. Еще плюс, я место не знаю. То есть, кто-то здесь, они ориентировались, кто-то здесь уже бывал. Короче, вот что у нас получилось, но треки мы заменили на такие, как бы, незначительные. Потому что YouTube блокирует все. Напишите, как вам понравилось. И что по итогу? То есть, вот из вот этих вот, ну, там человек под 200 было из 73 стран. Мой ролик вошел в тройку. Вот, потом вошел в тройку. И на следующий день я уже был на сцене. Мне нужно было сделать презентацию этого ролика. Объяснить, значит. Они не думали про идею. Про презентацию. Ребят, на ходу, просто на бегу. Мы делали когда-то ролик. Я снимал про Тулу. Монтажер монтировал. Это была тема. Знаете, как мы сделали? Была идея какая. Когда люди говорят что-то о городе. Там три слова от Тули. Или там несколько слов от Тули. Что-то такое вот как-то у нас называлось. Год назад, по-моему, мы его делали. Очень прикольный ролик получился. Идея была вот та же самая. Здесь повторить быстро. Когда люди говорят что-то о городе. В минуту это все вписать. Это, ну, просто Unreal. И смонтировать это за такое ограниченное количество времени нереально. Но мы сделаем потом более крупный выпуск. В общем, мы вошли в тройку. Я стоял на сцене. Да, к чему я это? Очень часто приходится работать абсолютно не в тех условиях. Делать вещи очень быстро. Без там бюджета. Без людей. Без подготовки. Вот просто спонтанно. И часто выигрывают и побеждают те, кто могут работать в критических ситуациях. Но мы справились. Ролик вошел в тройку. Не знаю, как вам можете написать ваше мнение. Вы можете сказать там плохо, колхоз там или еще что-то. Что-то кому-то возможно понравится. Но я вам сразу скажу, что понравилось очень многим. Понравилось очень многим. Потому что все здесь понимали, в каких условиях мы работали. И с чем мы работали. Как мы это все дело делали. Как все это запускали. Все были в одной тарелке. Я им презентовал это как. Что хотели сделать формат видеотрейлера. Как кино. Ты смотришь трейлер и у тебя есть желание. У тебя хочется продолжать. То же самое с нашим роликом. То есть когда там человек или люди что-то говорят про Бангкок. Не зная, допустим, как вы сейчас, допустим, возможно вы не были. Возможно вы были. Вы видите этот ролик. Он вам говорит как бы мысленно. У вас появляются какие-то эмоции, какие-то ассоциации с Бангкоком. И в конце как бы вы понимаете, что это как бы Бангкок. Это первое. И второе, это то, что это видео оно должно вызывать у людей желание смотреть этот город. Приехать в этот город. Мы не победили. Наш ролик не победил. Победили ребята, которые ушли в фан. Ну там как бы такой веселый. Более ролик. Он был очень простой по монтажу. То есть вообще. Там просто как бы ну а-ля нарезка кадров. Ну и было повествование. Что типа короче тип попадает в Бангкок и типа Бангкок его забирает. Это без монтажа, без ничего. То есть просто как бы он пошел, ушел, гулял. Типа пропал. Вот Бангкок его забрал. И потом типа где же, где же тип, да? И потом там знаешь, типа вот что стало с этим парнем. Типа он тут открыл отель, у него там дети, у него там это. Ну короче его фотографировали в разных там точках. Ну честно говоря это было как бы веселенько. Мне показалось, что вообще оно никак не относится к теме голоса Бангкока. Плюс что еще какой момент. То есть давались четкие правила до 60 секунд, а они вышли. То есть они это сделали минуту на три. То есть они сделали просто, закинули все вот эти вот, значит... У меня камера, экшн-камерка отрубилась на жаре. У меня такое было в Дубае, когда отрубилась камера из-за жары. И больше я не помню. Больше я не помню, чтобы где-то что-то отрубалось. Возвращаюсь, да, к нашей выставке. Жюри закрыло глаза на то, что у него ролик был реально как бы дольше минуты. У него вообще ролик был там на 4 минуты. То есть они просто как бы закидали, все нарезали. Кто еще вошел в тройку, помимо меня? Вошел один ролик, значит, одной девушки, женщины. Она вообще профессиональная певица. Что они сделали? Они, короче, здесь в гостинице есть на одном из этажей рояль. Они пошли. Она взяла типа, который играл на фортепиано. А она пела. И они переделали песню какую-то известную. Ставили туда слова типа, Бангкок, типа там еще что-то. Ну, короче, завязано на Бангкоке. Но вот эту песнюшку, которую она сделала, они наложили кадры города. Тоже без какого-то там монтажа или еще что-то. Просто листание этих кадров. Вот. Вот эту песню они поют. Ну, то есть никакой фантастики. Единственное, как бы классно, что она, конечно, поет. Она профессиональная певица, еще типа как бы на фортепиано. В жюри были разные люди разных возрастов. В большей степени были 50+. И плюс был один представитель Министерства туризма Таиланда. Почему важно в таких конкурсах участвовать и заявлять о себе? Потому что просто как бы когда стоишь на сцене, все видят, все видят твой уровень. А тебе сразу же, да, узнают. Очень многие узнают со всего мира. У нас был брейк. Ко мне подошло человек 5, наверное. Директора учебных заведений, представители компаний каких-то. Тут еще было, помимо образовательных компаний, здесь одна компания была, которая занимается платежами. От бывших, короче, Western Union. Они открыли свой департамент по платежам в учебные заведения. Это как бы как пример. То есть я говорю, тут разные компании. Страховки для студентов, то есть страхование. Какая-то телефония. Ко мне подошли человек 5, дали свои визитки и сказали, «Егор, давайте спишемся, давайте с вами после ивента пообщаемся, давайте что-то делать вместе, давайте думать, давайте смотреть». И просто когда тебя видят, к тебе сами тянутся другие. Тебе предлагают какие-то возможности, тебе предлагают какие-то там контракты, о чем-то поговорить, что-то придумать, что-то посетить. Что еще было на выставке? Во-первых, воркшопы были. Во-вторых, были презентации, лекции о трендах, о развитии и не только образования, но и в тематиках, связанных с образованием, то есть в рекламе. Здесь был спикер, чувак, у которого в Лондоне компания, они делают саунд, они озвучивают бренды, кучку там Макдональдс, IBM, Intel, Microsoft. Да, и он, собственно говоря, давал мастер-класс на тему того, как он начинал, где он был, примеры работы, что они делают, как они занимаются с этими брендами, что по итогу получается. Это было очень реально интересно и круто. Еще был воркшоп по саунду, как у человека в течение времени меняются какие-то вкусы, восприятия каких-то треков, музыка, и как их использовать тоже для эмоций, для создания эмоций, для создания настроения. Они потом приводили примеры, как работать с саундом в рекламе для продвижения образовательных каких-то продуктов. Нам нужно было составить потом в этом воркшопе, тоже были группы небольшие, нам нужно было взять студента и охарактеризовать этого студента, разные его этапы жизни с помощью музыки. То есть достаточно прикольно так это было, давались какие-то определенные тезисы, я не буду вдаваться в подробности. Молотежная система, да, было тоже прикольно для меня, необычно послушать вообще объемы, что делается, как они это дело делают. Было очень много статистики, то есть как образование меняется, да, и на самом деле, то есть возможно вы будете удивлены, да, но по объемам образования в Австралии, оно сейчас на уровне образования в Англии, Канаде. Учеба в Австралии и спрос на учебу в Австралии, он растет. В Австралии очень качественно крутое образование, крутые вузы, и весь азиатский мир, он дует в Австралии, понимаете? Идем в сторону нового отеля, посмотрим новый отель, что там, чем он отличается. Поздравляю! 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 Поехал там хрен на мопеде, он ко мне подъезжает и показывает, говорит, давай, говорит, с чемоданом, говорит, подвезу тебя. Ну и что здесь популярна тема вот эта, это такси на мопедах. Вот здесь пробки, такие жесткие пробки. Я когда прилетел, из аэропорта, только отъехал, как раз обед был, и сразу встал в пробку. То есть пешком можно было быстрее, мне кажется, идти. И вот здесь тип едет, видит, что я с чемоданом, турист. Он на мопеде говорит, давай прыгай, говорит, на колени, говорит, ко мне прыгай, показывает. И я не представляю, куда он... В мопеде будет чемодан 25-килограммовый засунул бы. Короче, такие они, без комплексов сразу. Раз, оп, на коленочке прыгнул на мопеде и погнал. Очень прикольно я иду. Короче, необычно достаточно. То есть улица вот эта, всего одна полоса, да? О, мадам какая. Поехала на байке на своем. Улица. Одна полоса в одну, одна в другую. Тут нужно умещаться как-то. Еще этот центр. И в дороге выходят здания, старые, вот эти маленькие фасады. Смотрите на вот это. Просто как два гаража друг на друге. Вот, один, второй. Тут тоже три, тут два этажа. А за ними уже идут небоскребы. То есть они не посносили вот эту вот старую всю чепуху. Они их оставили и за ними фигачат уже небоскребы новые. Очень интересно. Ну и, конечно, все здесь над головой провода. Надо пригласить им, дядю Мишу, электрика, чтобы он тут накрутил им проводки. Бизнес тут идет тоже. По дороге, так вдоль забора сразу же они сидят, лавки, столики шьют. Шьют обувь. Соки делают, естественно. Я сейчас проходил тайскую школу. Вот, собственно говоря, и дети тоже напротив меня тут идут. Прикол в том, что эти тайские школы подъезжают толпы мопедов, родители на этих мопедах, на велосипедах сзади с сидениями прикрепленными. Все, дети попрыгали. Короче, один мопед, ребенок впереди на колени, сзади, короче, прыгает, на велосипедах. Дети эти все обвешивают этот велосипед и погнали. Вот этот, вот так вот, по вот этим дорогам триллион велосипедов, позапрыгивали. Очень прикольно. Но на мопедах, когда по несколько детей сидит, это, конечно, такая интересная забава. Ну, детям весело, что по кайфу. Он прыгнул, головой вертит туда-сюда, кайфует. У него движ. Вот как надо. Я теперь понял, почему тайцы, тайские вот эти массажные салоны на каждом углу или по несколько в одном месте. Потому что у них походишь по вот таким тротуарам, как я сейчас иду, где каждый, каждый 10 метров какие-то подъемы, бордюры, ямы, еще что-то. И приходится, я еще иду, так снимаю, и приходится свой 25-килограммовый чемодан туда-сюда дергать, поднимать. И все. Сейчас у меня уже чувствуется. Одной рукой подергаешь, спина уже чувствует, что надо в массажный салон. Я заселился из трех до четырех. У них, как комплиментом, идут всякие сладости и шоколадки. Они делают кофе я покупаю за доп. плату. Но всякие вот такие вот нам вкусности. Это типа как комплимент. Плюс отсюда каждые 15 минут в шопинг-мол входит их бесплатный тук-тук в шопинг-мол и к метро. Я еще потом выяснил, что здесь и как. Прикольно, если ты очень красивый ресторан. Да, не хаят. Хаят как бы получше, уровень посерьезнее, но очень тоже, очень тоже солидно, я вам скажу. Принесли мой кофе и выглядит он как маленький стаканчик Гиннеса. Но это кофе. Та-дам! Ну, ребята, вы сами все видите. Скрывайся дверь. Вау! Притащили уже чемодан мой. Ну, я вам скажу. Вообще, бомба. Да? Как вам? На мой взгляд, очень круто. В два раза дешевле, чем то, что мы видели. Сейчас я заплатил 10 с хреном там бат, с небольшим. 26 тысяч где-то получается. Где-то 8, 8 с половиной тысяч в ночь. Кушетка даже есть, можно кореша положить, но небольшого роста. Смотрите, какое окно. Что-то к углу. Мне очень нравится. Честно, чисто. Окно не открывается у нас вообще никак. Ага, вот, открывается. Вау. 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 Ой, какой вау. И вот эти вот домики, как я говорю, у меня отель, рядом вот эти вот, везде, старенькие домишки. Вот эти. Здесь видите, такое стекло, которое закрывается. Туалет. А, здесь уже нету ванны. Ну, ничего. Зато номер офигенный. Хорошая ванна, туалет, душ, можно посидеть, если устал. как бы ванны нет. Ничего, я переживу. Отличная душевая. Халат есть, зонт есть, на случай дождя. Кстати, мне очень повезло, дождь был только в первый день. И вот еще плюс таких хороших гостиниц за приемлемую цену, то, что жрачка дешевле, естественно. Холодильник. У нас вот, если у вас вопрос, сколько это стоит? Ну, вот банки Хейнекена или Синга, вот это Сингха, не знаю, как она читается, 160. Нажатие на два, там с половиной, да, грубо говоря, 400 рублей. 400 рублей банка пива. И да, пойдем, я вам покажу спортзал и бассейн. Мы его проехали. что можно сказать? Вы сами все видите своими глазами. Да, чуть попроще. Да, возможно, не такой, как бы, прям, люкс пятизвездочный, как Хаят, но за эти деньги, очень, я доволен. Вообще, полностью доволен. И спортзал есть, правда, он там в ограниченное время работает, с утра до, сколько я там сказал, 7-8. Да, бассейн, как бы, тоже не такой люксовый, как там, но тоже, по-моему, очень даже неплохо. Короче, определенно, от меня, это рекомендация, смело можете ехать сюда. И какой у меня план сейчас? Стемнеет, плюс-минус, ну, сейчас 4.30, где-то, ну, пару часов, наверное. Сейчас я быстренько разложусь, раскидаю вещи, чуток раскидаю, и пойду прогуляюсь. И уже начну какие-то наброски делать по Таиланду. Для того, чтобы делать уже такие более серьезные видео про Таиланд, про достопримечательности, про Бангкок, точнее, да, именно про Бангкок, не про Таиланд. Уже возьму с собой камеру, такую хорошую, фоточки будут, фоточки для Инстаграма, для Инстаграмчика. У меня есть Инстаграм, в Инстаграме смапс, просто вбейте по названию компании. Заходите, и в Вери Велкам, пишите, если какие вопросы, не вопросы, просто подписывайтесь. Там я буду и фотки, и видео тоже выставлять свои. Ну, и, конечно, сюда здесь дальше тоже снимать, публиковать. Пока у меня все, я заселился. Если вы до этого момента досмотрели, то спасибо вам, что вынесли все это. видео мои прогулки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok